Приветствую технари! Пожалуй каждому энтузиасту, мейкеру, любителю 3d печати интересно попробовать что-то новое в этой сфере аддитивных технологий. Одна из таких тем растворимые поддержки при печати сложных моделей. В данном видео об этом, что за растворимые поддержки, из какого материала, как их настраивать в слайсере, как ими печатать и что они дают. За предоставленное оборудование и материал благодарю производителя 3d принтеров гиралком. Что за производитель, каких 3d принтеров и откуда, ссылку оставлю в описании к видео. Итак, одной из основных проблем в DM печати является гравитация, которая просто не дает нам печатать слои в воздухе. Отчего, как бы нам этого не хотелось, приходится применять всякие инструменты в построении сложных моделей. Один из них это печать мостов, но применим вариант не всегда и не с каждой моделью и как правило с плохим качеством на выходе. Больше подходит к печати технических моделей, у которых подрезал ножом дефекты, подшкурил где надо и готово. Вариант печати с поддержками из того же материала также не позволит нам добиться нормального качества в местах прилегания этих самых падежек. Тут из-за адгезии материал все равно слипается, какие зазоры мы бы не выставляли. И в случае, если у вас, например, двухэкструдерный или мультиэкструдерный принтер, можно печатать поддержки измене прилипающего материала к основному. Это актуально, подробнее об этом было в прошлом видео, однако бывают модели, откуда поддержки можно и не выковырять. Там и пример модель, которую вы в начале ролика видели. Общий результат чуть позже будет. Ну или вот такая тестовая модель, которую, ну кроме как с растворимыми поддержками, не распечатать. Гильбертов куб. В общем, все выше указанные варианты оставляют дефекты и требуют механической обработки. А это дополнительная работа и потраченное время. Именно для этого и есть возможность применять в 3d печати растворимые поддержки. Речь прежде всего о материале ПВА, основную часть которого составляет пульвиниловый спирт, который может растворяться в воде. По составу он схож с тем же клеем ПВА. Это можно заметить, когда он начинает растворяться. На ощупь такой липкий становится. Пруток такого материала бесцветный, жесткий, на вид очень смахивает на неприготовленные спагетти. Довольно быстро способен впитывать влагу. Поэтому рекомендуется его хранить герметично упакованным. Рекомендуется сушка перед печатью около 5 часов. Без проблем выдерживает более высокую температуру сушки по сравнению с другими филаментами. Градусов это до 70-80. Но сушить лучше в активных сушилках, где катушка обдувается горячим воздухом. Растворяться начинает сразу. Перед печатью пробовал это. Почти полностью растворился через пару часов. Однако в процессе печати после нагрева он немного меняется что ли. После чего растворение может длиться до суток. А то и дольше, если деталь сложная. Помогает периодическая смена воды и размешивание. Горячая вода чуть ускоряет процесс. ПВА биоразлагаем. Безвреден. Однако на вкус пробовать его не советую. Запаха при печати никакого нет. Конкретно для того материала, который попал мне на тесты, а это ПВА от Рек, температура сопла для печати допустима в диапазоне от 190 до 240 градусов. Необходим обдув. Хрупкий. Адгезия к столу не очень. Если специальный клей и спрей не помогает, советую мазать стол клей-карандашом. Но я пользуюсь вот таким. Берлинга. Но это в случае со стеклянной поверхностью. Судя по тестам с адгезией, между материалами больше подходит к печати модели из ПЛА. Ну и самая худшая адгезия конечно же. К ПИДЖИ. Да и в принципе с высокотемпературными пластиками он ведет себя не очень хорошо. Вывод таков, что больше подходит для печати и арт моделей из ПЛА. Из минусов, материал далеко не дешевый. Катушка в полкило обойдется вам где-то в 3000 рублей. И второй растворимый материал ХИПС. Его же название полистирол. Рекомендуется использовать его для печати моделей из ЭБС и прочих высокотемпературных пластиков. Так как адгезия с ним умеренная и требуемые температуры стола и сопла схожи. И так же обдув не любит. К столу липнет не ахти. Требует разогрева за соточку. Признаюсь, с ним я в качестве растворимых поддержек особо не заморачивался, когда узнал, что специальный растворитель, который возьмет ХИПС, это Делли Монен. Обойдется в 2500 рублей за литрушку. Ну да, столько стоит у нас цитрусовое масло. Откуда-нибудь из Африки, завезенное к нам через Германию. У нас же мандарины на юге вообще не растут. Однако у кого-то получается его размягчить сольвентом. Еще ХИПС берет ацетон ЧДА, то есть чистый для анализа. Который становится более эффективным, если его еще нагревать. Катушка ХИПСа обойдется в 1700 рублей за 750 грамм. Плюс еще Делли Монен. Ну в общем, калькулируйте сколько получается. Вот и решайте, что для вас дешевле. Вариант с ПВА или этот? Но повторюсь, ХИПС больше подходит для инженерных высокотемпературных пластиков. В смысле для использования его в качестве поддержек с такими пластиками. Однако и арт-модели из него можно печатать тоже. Ну равно как и какие-нибудь слабо нагруженные технические детали. Поэтому его можно встретить в продаже не в бесцветном бледном виде, а еще и крашеный. Но по моему мнению, все-таки для таких применений он не годится. Это уж очень плохая межслойная адгезия. При печати мелких деталей еще более-менее нормально, а при больших уже разваливаться они начинают. Лучше его использовать для поддержек. Из минусов, кроме того, что материал растворяется в дорогой химии, нельзя переборщить с выдержкой по времени в данном Делли Монене. Не каждый пластик, в том числе и АБС, выдержит продолжительное воздействие данной химии. Для кого-то он больно воняет стиролом при печати, хуже чем даже АБС. Хотя в моем случае хипсотрек я не почувствовал вообще никакого запаха. К стеклянной поверхности стола не очень хорошо липнется, также выручает клей-карандаш. И был замечен еще факт появления мелкой стружки при печати. Как позже понял от переэкструзии на первом слое, второе сопло просто отрывало задравшиеся гребни между укладками. Из всего вышеперечисленного можно выделить и плюс, его не надо сушить. Точнее конечно желательно, но он не особо гигроскопичен, как остальные пластики. Его можно долго держать открытым, например как СБС. Немного о подготовке модели в слайтере, в случае с растворимыми поддержками. Для работы с ПВА советую сначала проверить, как справляется ваш принтер с нависаниями. То есть какой угол максимум возьмет, хорошее ли у него охлаждение. Тестовых моделей в интернете большой выбор, можно например проверить распечатав вот такую, тем пластиком, с которым собираетесь применять растворимые поддержки. В моем случае более-менее получилось выжать 60 градусов. А далее что называется дело техники, в смысле программы, а потом техники. В Прюшослайсере. Кстати, рад сообщить, что вышла бета-версия Прюшослайсера с официальным русским переводом. Ссылку на нее оставлю в описании. А раз все по-русски и есть подсказки на русском, то вкратце только о настройках, применимых к растворяемым поддержкам. Предполагается, что у вас двойной экструдер, и вы уже печатали хотя бы двумя разными пластиками. Если опыта маловато, советую посмотреть предыдущие два видео по теме двойного экструдера. Повторюсь, ссылки на них есть в описании. Ну, во-первых, в настройках печати в поддержках задаете угол, с которого будут начинать строиться поддержки. Он нам известен после теста. Выбираем построение поддержек автоматически или настраиваем их вручную. Если есть поддержки, печатающиеся от поверхности стола, можно использовать подложку. Точнее, даже желательно, с не очень хорошей адвезией выше указанных материалов. В расстоянии ставим 0 для растворимых. В шаблонах прямолинейный больше подходит для каких-то технических деталей, а сетка и соты для арт-моделей. Оболочка сделает поддержки покрепче. Также желательно включать, учитывая хрупкость ПВА и ХИПС. Плотностью также можно регулировать их надежность и вылет за края. То есть, если поддержки у вас как бы выглядывают за края самой модели. Связующие слои. Опция больше подходит для каких-либо прямолинейных поверхностей, если хотите, чтобы свисающая часть модели была качественнее. Обычно 2-3 слоя достаточно. Расстояние между связующими линиями можно не трогать. При нуле получим сплошную площадку. Связующий слой петлями для растворимых поддержек не нужен. А зазор по XY можете добавить, если для лучшей межслойной адгезии приподнимите экструзию для растворимого материала. Ну скажем, 0.1-0.2 будет достаточно и это обычно стандартно. Даже при обычных поддержках. Ну и во вкладке несколько экструдеров выбираете, что каким соплом печатать. Отдельно печатать только связующий слой актуально с хотя бы средней адгезией между материалами. Например, в паре ПЛА с ПВА или ХИПС с АБС. Иначе можно запороть продолжительную печать до этого самого места связующего слоя. Так что лучше советую сначала все как следует проверить и настроить. Или вовсе просто строить поддержки от самого стола. Ну и советую обратить внимание при добавлении материалов. Вкладка настройки прутка. Что для ПВА, что для ХИПС полезно увеличить немного поток. Здесь он называется экструзионным множителем. Но я поднял до 105%. И в соответствии с рекомендациями производителя включаем охлаждение. У меня для ПВА это 80%, для ХИПСа 40%. В расширенных настройках желательно указать, что материал растворимый. А далее при подготовке модели не забывайте выбирать материалы в меню. Настройки принтера пропустим. Оно было в прошлых видео. 3D модели из видео найдете в коллекциях в моем профиле Finkiverse в описании под видео. Америку не открыл, передал вам свой личный опыт о работе с растворимыми поддержками. Если понравилось видео, под ним можете оценить его, написать комментарий, вопрос задать и подписаться на канал. Также заходите к нам в сообщество, где можно пообщаться, задать вопросы и следить за новостями. Всем удачи и до скорого, друзья!